Итак, сегодня начнём прямо с вопроса викторины. А потом побеседуем с Кэти, она дозвонилась до нас сегодня. Оставшееся время посвятим соцсетям. И вот сегодняшний вопрос. Правда или ложь? Есть данные о том, что люди с медленным метаболизмом живут дольше. Любопытно, скоро об этом узнаем. А теперь побеседуем с Кэти, я только включу для неё звук. Кэти, задайте, пожалуйста, свой вопрос доктору Бергу. Представьте себе, доктор Берг, у меня вопрос о магнии и митохондриях. Ну да ладно. Отлично. Из-за эмоционального и умственного стресса в течение всей жизни, пониженной функции надпочечников и других вещей, я в 76 лет решила таки протестировать нейромедиаторы. Врач не знала, что делать, и почитала об этом в интернете. И в лаборатории мне не смогли объяснить значение одного теста. Врачи тоже не смогли. Уровень дофамина у меня находится в диапазоне референсных значений. Это такой маленький треугольничек, а критические значения – это квадраты, их у меня нет. Уровень дофамина у меня минус 30, а норма от нуля до 48, но я читала, что он может быть и до 50 или 60, а у меня минус 30, что неудивительно. И один тест, я не поняла, это сывороточный габапентин. Моя врач твердит мне, это препарат Кэти, но я вам его не назначала. Словом, почему-то габапентин у меня вне нормального диапазона. Не критично, но вне нормального диапазона. Референсные значения от 4 до 16, а у меня минус 1, и указано низкий. Я не знаю, что это, но предполагаю, что это габа. И последний тест. Так, дофамин, сывороточный габапентин и эпинефрин. Тут сказано от нуля до 62, а у меня он 23, что... не знаю. Кстати, у меня всегда была пониженная функция надпочечников, и они отключаются, даже стоит мне подумать что-то плохое, настолько всё плохо. Итак, какой нормальный уровень дофамина, и что я смогу с этим сделать? Я купила тирозин и трианат магния, и за два дня у меня прошли все судороги. Отлично. Удивительно, да. Для тех, кто не знает, Кэти несколько лет была моей пациенткой в моей клинике в Александрии, Вирджиния. Рад вас видеть. Вы правильно делаете, что принимаете магний, это точно. Но по отдельным факторам, не зная, как это всё работает, очень трудно понять, что происходит. Но вы сказали мне достаточно, и я вижу, что общего у этих трёх факторов. Ведь все они, все они связаны с дефицитом глутамина. И, кстати, лучший источник глутамина — красное мясо. Красное мясо. А, я вегетарианка. Ха-ха. Это... Да, 45 лет. Метаболомное тестирование показывает, что у веганов, а порой и у вегетарианцев, организм практически пуст. Из-за нехватки сырья они не получают разные нутриенты. Не только аминокислоты, но и другие нутриенты, которых очень много в красном мясе. Так что, думаю, вам надо просто перейти на корневор. Шучу. Если вы по какой-то причине не можете есть красное мясо, я бы принимал глутамин в виде БАДа. БАДа с глутамином и магнием — вот что вам нужно для создания нейромедиаторов. Не помешает и пробиотик, ведь эти микробы создают... Я принимаю. Хорошо. Я думаю, глутамин вам поможет. Он также поможет укрепить надпочечники. Ведь я думаю, что ваши надпочечники компенсируют нехватку энергии в митохондриях. Митохондрии не создают энергию и вынуждены получать её из адреналина. Очень трудно привести в порядок митохондрии, когда в эту машину поступает недостаточно определённого сырья. Вы заливаете в свою Феррари дизельное топливо, но оно не вполне... Она заводится, но потом глохнет. У меня тяга к молоку, тяга к сыру. Я пью козье молоко. Ясно. У меня тяга к сыру, но я не ем его много. От молока у меня небольшое вздутие. С кефиром нет проблем. Ясно. Я пью козье кефир, ведь он ферментированный. С сыром проблем нет. Козье молоко не могу пить много, но у меня тяга к нему. И при этом я прочитала, что насыщенные жиры плохо влияют на дофамин, но... Нет, не-не-не. Дофамин — это скорее симпатический фактор. Поэтому я бы однозначно ел больше сыра. Из сырого молока, козьего сыра. Я бы ел его больше. Это вам не навредит, а очень поможет, ведь это источник аминокислот, белка, пробиотиков, витаминов группы В, микроэлементов. Так что ешьте его. Прекрасно. Большое спасибо, Кэти, за отличный вопрос. У нас истекло время. Но мы надеемся, что эти советы вам помогут. Вернемся к вопросу викторины. Кэти, надеюсь, вы его видите. Вот этот вопрос. Правда или ложь? Есть данные о том, что люди с медленным метаболизмом живут дольше. 62% сказали, что это правда. А 38% ответили, конечно, нет, это ложь. Что скажете, док? Есть любопытные данные о том, что это правда, поскольку медленный метаболизм — это экономный метаболизм. И наши предки с более медленным метаболизмом в далёком прошлом на самом деле выживали, ведь они могли жить дольше, используя меньше топлива. Если кто-то с медленным метаболизмом будет есть современную еду, он долго не протянет. Но если он будет следовать здоровой схеме, на самом деле он использует энергию более умело, более экономно. И такой человек лучше адаптирован к более длительному голоданию. А кто-то с быстрым метаболизмом переносит голодание хуже. Итак, у медленного метаболизма есть хотя бы один плюс. Я сниму видео о некоторых, возможно, генетических факторах, которые изучались, и о некоторых плюсах и минусах. Скажем, если у вас есть гены, способствующие воспалению, то у вас ниже риск заболеть раком. Так что во всем есть баланс. И я расскажу об этом в будущем видео. Думаю, будет интересно.